Итак, добрый вечер, братья и сестры. Сегодня мы будем комментировать и читать очередную главу Торы. Сегодняшняя глава называется «Воице», и это слово переводится «И вышел». И знаем, что прошлая глава закончилась тем, что Яков обманным путем отобрал у Исава сначала первородство, а потом и благословение отцовское, и после этого начинают происходить такие события. Я так понимаю, что Исав просто немножко обозлился вообще на свою жизнь и стал приводить в дом жен хитиянок, чего отец не разрешал, чтобы не смешивались народы. И вот мать Ребекка, видя все происходящее и переживая, чтобы Яков тоже не последовал примеру старшего брата и не начал приводить в дом жен хитиянок, и осознавая при этом, что Исав может быть опасен для Якова, что он может затаить обиду и мстить ему в течение жизни, она его уговорила бежать к своему двоюродному брату в Харан, в главану в Харан. Итак, в этой главе рассказывается об исходе нашего праотца Якова, сына Исхаков Харан. Мы знаем, что Яков прожил там 20 лет, он много и тяжело трудился, женился, родился 12 сыновей, которые стали родоначальниками колен израилевых, и заканчивается эта глава о том, как Яков возвращается из Харана в святую землю. Мы видим, что перед нами удивительная недельная глава, которая детально описывает путешествие веры Якова с Богом и Божью верность его обетованиям и завету с Авраамом. В ней также говорится о чудесном пророческом сне, в котором указывает нам ясно на Мессию. И мы с вами сосредоточимся сегодня на первом сне Якова, который называют лестницей Якова или лестницей в небеса, как это написано в регионе. Давайте прочитаем. Это Бытие, 28 глава, с 12 по 7 стих. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается небо, и вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней, и вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, Отца твоего и Бог Исаака, не бойся, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомство твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе все имени твоем, все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте этом, а я не знал, и убоялся, и сказал, как страшно сие место, это не что иное, как дом Божий, это врата небесные». Мы здесь видим яркие и значимые параллели между путешествием веры Иакова и путешествием веры его деда Авраама. Во-первых, оба они оставили свой дом, то есть дом отца своего. Во-вторых, они оба сделали первую остановку в Вифиле, и в Вифиле там же Бог дал свои обетования им обоими, и Аврааму, и потом Иакову. И подтверждение Богом Завета с Авраамом Иакову, это служит для нас великим ободрением, потому что Бог в этом имеет в виду именно то, что Он говорит. Как и Иаков, мы с вами служим Богу, которому мы можем доверить все свои жизни, мы можем держаться за его обетование. И для пророческого смысла лестницы было предложено много интересных интерпретаций. И идея, которая пронизывает раннюю еврейскую литературу, состоит в том, что эта лестница – это форма общения между небесами, именно самой славой Божьей Шехины, и человечеством. Большинство древних еврейских комментаторов понимали лестницу как символ скинии или храма, который через жертвы и священческое служение соединяет падшее человечество со святым Богом. И вот что интересно, что в первой главе Евангелия Теана к Иисусу приходит в поисках правды истинный израильтянин, как написано в этом Евангелии, именно и Нафанаил. И спрашивает о Царстве Божьем, Иисус ему отвечает, «Истинно, истинно, говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих Сыну Человеческому». И мы видим, что слова Ишуа здесь четко указывают на лестницу Якова. Таким образом, ответ Ишуа явным образом подтверждает общее еврейское понимание лестницы Якова. Действительно, она символизирует собой связь между небесами и землей. Но она не просто указывает на скинию или храм. Нет, Ишуа говорит, что она указывает именно на него, что именно он является той лестницей, именно он является тем местом встречи, и именно он является этой связью между святым Богом и падшим человеческим. Он, Мессия, тот, который, сойдя с неба, принес себя в жертву за наши грехи. И он, тот, кто также воскрес из мертвых и сейчас находится по правую руку Отца и как наш Превозвещенник, который взошел на небеса. Мы видим, что Ишуа действительно стал исполнением этой лестницы Якова, и действительно он является сердцем и смыслом всей Торы. И именно поэтому он сказал, если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал обо мне. И у нас сегодня две главы, потому что мы в прошлый раз пропустили. И следующая глава называется «Воишлах и послал». Она записана в Бытие, 32 глава 4 стиха, по 36 главу 43 стих. В этой главе мы встречаем Иакова, который уже находится на пути возвращения в землю обетованную после 20 лет тяжелого труда. И мы видим, что пришло время ему вернуться, и он, возвращаясь домой, переживает очень сильно, как его встретит брат. Он все-таки его еще очень сильно боится. И при этом это мы видим, что очень непростое время было для Иакова, время переживаний, душевных терзаний, мучений. И мы видим, что в этом была небольшая проблема, потому что Иаков должен был в это время посмотреть в глаза своим ошибкам, посмотреть в глаза тем, что он неправильным поступком прошлого, и встретиться должен был лицом к лицу со своим братом Иаков, которым, как я уже сказал, он боялся. Но мы знаем, что как Иакова, Иакова у Иакова, у многих из нас бывают в жизни моменты, когда мы переживаем трудности, когда кажется, что что-то непреодолимое стоит у нас на пути, и именно в эти моменты мы должны и можем посмотреть на свою прожитую жизнь, разобраться со своими ошибками. И именно вот в такой момент Иаков молится Богу в сокрушении. Батия 32, 9, 11 мы читаем. «И сказал Иаков, Боже, отца моего Авраама и Боже, отца моего Исаака, Господи Боже, сказавший мне, возвратись в землю Твою, на родину Твою, и я буду благотворить Тебе. Не достоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты сотворил рабу Твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исаава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матерь с детьми». Мы видим, что здесь Иаков раскрывается, и после такой молитвы он готов встретиться с Мессией Иешуа лицом к лицу, поскольку он исповедал своими устами, что недостоин я. И дальше через несколько стихов мы читаем, «И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари, и увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. И сказал ему, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал, «Как имя твое?» Он сказал, «Иаков». И сказал ему, «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Спросил Иаков, говоря, «Скажи мне имя твое». И он сказал, «На что ты спрашиваешь о имени моем? Оно чудно». И благословил его там. И нарек Иаков вместо сему Пенуэл, ибо говорил он, «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое». Мы в этой встрече можем узнать, что тот, с кем боролся Иаков, это был именно никто иной, как наш Господь Ишуа Мессия. И после этой встречи Иаков выходит измененным человеком, как и мы все после встречи с Ишуа претерпеваем определенные изменения, которые происходят с нами в дальнейшем всю жизнь. И мы видим, что после многих лет борьбы с себя, с Богом, во плоти и крови, Иаков наконец сдается и готов стать Израилем, отцом еврейского народа и прижить полноту Божьих благословений, о которых говорится в Бутее, 35 глава, 11-12 стих. «И сказал ему Бог, «Я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чреслов твоих, землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю этому». Посмотрите, каждый из нас может сравнить себя с Иаковом и засвидетельствовать, что и в нашей жизни именно в тот момент, когда мы чувствовали себя недостойными, побежденными после наших собственных ошибок, и когда мы боролись с Богом долгое время, после того, как Мишуа Исия встретил нас, коснулся наших жизней, своей любви и изменил каждого из нас. Мы видим, какой огромный урок и огромное ободрение сегодня мы можем получить из этой главы. Если мы чувствуем себя побежденными в страхе или в отчании, то Мишуа, и Мессия Исуа, это тот, кто поможет нам, кто придет нам всегда на помощь, притянет эту руку помощи, любви. И тот, которого Отец послал, как главного царя и потомка Якова для восполнения наших собственных нужд и для того, чтобы прикоснуться к нам. Даже в нашей слабости описано в этом тексте как хромота. Слава Ему вовеки. Аминь.